Всем большой привет тем, кто уже давно со мной и тем, кто только подписался. Я сегодня хочу вам показать, как можно сделать очень быстро вот такой вот замечательный лаваш, который не ломается, не хрустит, мягенький, податливый. Его можно использовать, чтобы сделать быстрые завтраки, что-нибудь сладенькое к чаю или как основное блюдо, это может быть быстрая пицца или пирог из лаваша. Нам потребуется минимальное количество ингредиентов, 350 грамм муки, 2 столовые ложки растительного масла, желательно без запаха, и чайная ложечка соли, без горки. Заливаем все это 200 миллилитрами кипятка, не крутого. Замешиваем тесто до полного увлажнения муки. Вначале размешиваем ложкой, затем, когда тесто станет чуть попрохладнее, будем продолжать месить руками. Вымешиваем хорошенько, помесим его еще на столе, затем его нужно замотать в пленку или положить в пакет и оставить на столе минут на 30. За это время тесто пройдет автолиз, и наше тесто сделается вот таким вот мягеньким, податливым, но оно достаточно упругое, с ним очень легко работать. Раскатываем тесто в колбаску, вот так вот растягивая от центра к сторонам. Затем нужно будет разделить тесто на 12 частей. Сначала я делю его пополам, потом каждый кусочек еще раз пополам, и затем каждую эту одну четвертую часть на три. Нарезаю на ломтики по намеченным линиям, и затем буду его раскатывать. Тесто нужно раскатать достаточно тонко, подпыляем стол мукой, немножечко рукой проводим по скалке, для того, чтобы она не липла, и раскатываем тесто до очень тонкого состояния. Нам нужно сделать тесто, оно буквально, наверное, в 1 мм толщиной. И когда тесто будет хорошо раскатано, вы сможете увидеть, как будет просвещаться ваша рука через него. Раскатываем в круг. Если у вас не получается ровный круг, вы всегда можете положить на тесто тарелочку или крышку от сковородки, и по ней обрезать тесто. И тогда ваш лаваш получится идеальной круглой формы. Мне это сейчас не так принципиально важно, поэтому я раскатываю по размеру моей сковородки. Сковорода у меня 24 см. Пока мы будем раскатывать нашу первую лепешку, нам уже нужно будет поставить сковороду на плиту, разогреть ее. Жарить мы будем на сухой сковородке на среднем огне. Вот так вот выглядит моя лепешечка. Видите, через лепешку просвещается моя рука. Она очень тоненькая. С этим тестом легко работать и легко раскатать до минимальной толщины. На разогретую сковородку мы кладем нашу лепешечку. И на среднем огне на одной стороне она будет жариваться на сухой сковородке секунд 40, наверное. Поглядывайте, когда немножечко зарумянится, нужно ее перевернуть и на другой стороне также подержать 30-40 секунд. Затем лепешку убираем на тарелку. И есть один лайфхак. Я вот такую вот брызгалку беру, пульверизатор, наливаю в нее фильтрованную воду. И нужно каждую лепешечку нашу, вот каждый лаваш, нужно обрызгать с обеих сторон водой. Если нет пульверизатора, это можно сделать силиконовой кисточкой. Просто макаю воду и обмазывая с обеих сторон лепешку. Лепешки будут вот так надуваться, если очень сильно большой этот пузырь надувается. Его можно просто проткнуть ножом, чтобы воздух немножечко сдулся. Тарелку с лепешками нужно накрыть фольгой или можно положить чистенький пакет. Можно накрывать крышкой от микроволновки и сверху положить несколько полотенечек для того, чтобы лепешки становились мягенькими. После того, как снимаете очередную лепешку, сковородку лучше убрать с огня, чтобы она сильно не разогревалась. Вот такой замечательный лаваш у вас получится. Вы можете их делать с любой начинкой, с сыром, с мясом, с творогом и зеленью солененькие или сладким творогом, с любыми фруктами. Лепешечки наши лаваши очень мягенькие и вкусные. Делайте на здоровье. Буду рада вас видеть в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok